Детский конкурс ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, теперь, если у вас нет хорошей flexibilности и вы не можете взять в полную. Это разогревание и мобильность и трейдер-фанатар? Берем лакарю. Гибкий гиб. Слышишь. Держи ноги. Окей. Элбос вверх, как возможно. И просто шаги. Это не пресс. Это как трисепс. Легко. Легко. Это легко. Окей. Теперь. Держи гриб. Держи немного широкий. Один. Окей. Легко. 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 Да. Окей. Это легко. Но сейчас. Держи гриб. Держи. Сидите. Элбосы более подвески. И так же. Сидите. 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 Впереди. Сидите. 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 Посидите. Перед, разгоните. Да. Элбос более впервые. Всегда выглядите прямо. Всегда. Пойдем. Давай, давай, давай. О! Чин-оп. Хорошо. Это для нагрева. Это для нагрева. И теперь возьмите противник. Клин-гриб. Удивайте. Клин-гриб. Держись. 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 В этом положении вы берете клин-грибу. Держись. Релакс. Я знаю, я знаю. Еще один. И твоя флексобилленность очень хорошая, и ты не чувствуешь себя хорошо. Но некоторые люди не имеют хорошую флексобилленность. Еще один? Да, еще один. Поехали. Поехали. Я расширю твои ноги выше. И чуть-чуть подниму. Хорошо, стойте. Рассаживайтесь. Попробуй просто чистить. Как вы чувствуете? Попробуй. Я знаю. Это только один минуту. Все люди говорят, что после один-два минуты стресса, чувствуешь себя хорошо. Потому что много людей спрашивают, что это секрет для питания, восстановления, мобильности и флексобилленности. Я говорю, что что вы использовали раньше? Что вы делали раньше? Я не знаю. Ничего. Что вы хотите. Это очень легко. Это каждый день, после тренировки. Это легко. Как вы делаете это, без партнера? Какая лучшая способа, чтобы мобилизировать ноги без партнера? Это с партнером. Это нормально? Да. Это с партнером. Если у вас проблемы, то есть очень важные вещи. Если у вас нет хорошей флексобилленности, то у вас не нужно делать 30 минут мобильности и флексобилленности. Не нужно. Потому что мобильность и флексобилленности – это немного стресс для вашего тела. Это микроинжурия. Если вы делаете стресс, то это микроинжурия для вашего тела. И если вы делаете слишком много, слишком много времени, то, конечно, у вас будет много боли. Это будет инжурия. Немного. Может быть 5-7 минут для вашего тела. Не только для вашего тела. Просто немного. Прежде чем после и после. Да? Да. Хорошо. Почему вы делаете мобильность и флексобилленности тренинг? Для чего? Когда вы делаете «клин». Да. Бар должен тратить четыре точки. Твои грибы, крючки, шоколады, шоколады и шоколады. Это четыре точки. Но если у вас нет хорошей флексобилленности… Бар будет вот так. Да. Да? Да. Это ваша проблема. Первый вопрос. Если вы делаете вот так, и когда вы уйдете, вы берете бар, используете только свои руки. И после «клин». Конечно, твои руки будут планы. Да? И когда вы делаете шоколады, вы не можете держать. Вы не можете использовать свои руки. Потому что у вас много сил, и вы не сможете уйти в «клин». Да? Это первое ошибку. Второе ошибку – если вы не имеете хорошей флексобилленности, если вы не имеете хорошей флексобилленности, и вы не имеете хорошей фракции, и бар оставьте в этой позиции – что дальше? В центре гравитеты пойдет на ноги. Потому что, посмотрите, это не сильная позиция. И если вы пойдете на ноги, вы понимаете, что происходит. В центре гравитеты пойдет на ноги. Может быть, вы не можете держать. Да? Потому что мы не можем использовать наши ноги, только когда мы стоим на полном ноге. Если вы стоите на ногах, то мы не можем использовать наши ноги. Да? И следующее. Что самое опасное? Если вы делаете так, что происходит? Например, это 200 кг. Да? На баре 200 кг. Где всякая мощность? Где всякая веса? Конечно, на моих ногах. Это 40 кг, но я чувствую. Это очень важно. Нужно расслабить ноги. И поставить бар на ноги. Или у вас будет болезнение. У вас будет болезнение. Это очень важно. Я болезнение на моих ногах. Так вот. Потому что 5 лет назад я тренировал бицепсы, я тренировал бенч-пресс. И мои ноги. У них нет хорошей flexibilität. И, конечно, я не могу поставить бар. Может быть, 200 кг. 210 кг. И после этого я закончил этот упражнение. И теперь я чувствую себя хорошо. Хорошо. Следующее. Т Elka. Т Elka В Кроссфитовом все люди имеют проблемы с тем, все они. Все люди любят себя乾燥. Многие любят себя зонтельным. Но нет. Потому что вы не понимаете, как правильно оно работает. Мы начнем с бар. Помните, когда вес-литтеры уходят, наша вес-литтера флексивальна. И если вы смотрите моё видео или видео, которые уходят в большом весе, в чемпионатах, в Олимпиях, вы можете видеть, что мы делаем краткий сплот. Почему? Почему мы делаем краткий сплот? Но я не рекомендую для кроссфитов делать краткий сплот. Я рекомендую сплот глубже. Почему? Что вы думаете? Бар не флексит? Не флексит? Не хватает веса, чтобы сделать бар? Да, да. Когда мы делаем вес-литтеры, в этой позиции бар начинает флексивальна. Да? Плоти идут вниз, и бар помогает нам в стендапе. Да? В этой позиции бар продолжает флексивальна. И мы чувствуем это. Мы чувствуем это. И когда плоти идут вниз, мы идем вниз вместе. Оп! И после... Таким образом. Бар начинает флексивальна. Да? Это очень важно. Но... Бар стал флексивальна только после 180 кг. 180. Но 180 – это не достаточно. В 180 кг бар не помогает тебе. Начинает флексивальна, но не помогает тебе. Бар действительно помогает тебе только после 200 кг. Может быть, 200-2005 кг. Кто в кроссфитах делает шоку? 200 кг? Никто. Для этого момента. Да? Может, после 1-2 года. Может быть. Может быть. Но не сейчас. И я рекомендую, чтобы тебе сидеть глубже. Потому что, если ты делаешь короткий сквот, в шоке, короткий. Да? Что происходит? Ты используешь только эти мышцы. Да? Только эти мышцы. Если ты делаешь так, в этой позиции, для прыжки вперед. Ты не можешь в этой позиции делать длинный прыжок. Потому что ты используешь только эти мышцы. Для прыжки используешь больше ног. Да? Все люди делают иногда прыжки вперед. И все люди делают то же самое. Воп! И глубже. И глубже. И глубже. Вы должны сидеть глубже. И использовать ноги. Это очень важно. Когда ты делаешь сквот, то используешь это мышцы. Если ты идешь глубже, то начинаешь использовать это мышцы. Но в идеале, когда я тренирую, я чувствую это мышцы. Не только эти мышцы. Вы должны сидеть глубже и чувствовать это мышцы. И, конечно же, сейчас используешь все ноги. Все ноги, вверх. Поэтому мы делаем сквот. Для чего? Мы делаем сквот, для силы, для напряжения наших ног. Но когда мы делаем прыжки, когда кроссфитеры делаем прыжки, вы никогда не используете свои ноги. Вы тренируете свои ноги, но никогда не используете свои ноги. Да? Сидеть на джипе. Вы должны думать о этом мышце. Да? Сидеть на джипе. Очень важно. Вы помните? На джипе. Когда вы делаете ноги, вы чувствуете более ноги. То же самое в джерк. Когда вы внизу, ноги не вверх, ни вверх, ни вверх, ни вверх. И, если вы поставите ноги в параллельно, в джерк, твои ноги идут вверх. И твои центры гравитеты идут вверх. Такой же вы должны вы должны быть вверх. На джипе. Теперь попробуйте гравитет и джерк. Покажите мне. Гравитет. Покажите на контактах и на клейпах. Не прыг. Слайд. Сверху вниз. Клейд. Слайд. Теперь прыг. И полный гриб. Вы можете тренировать свои мышцы, но мышцы тренируют много времени. Мышцы тренируют много времени. Покажите. 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 Слайд. Сидите. Покажите на эти мышцы. Вы чувствуете? Теперь прыг. Угу. 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 Один, два, три. И джерк. Давай. Довольно. Угу. Покажите. Все ошибки. Хорошо. Покажите. Первый ошибок – твоя позиция. Хорошо. Второй ошибок – твои ноги работают после того, после того, ты упал. И третий ошибок – твои передние ноги. Хорошо. Мы начнем с твоей позиции. Хорошо. Я показываю здесь. Покажите. Покажите? Я возьму стык. Это очень важно. очень важно. Очень важно. как широкий, как широкий, как широкий вы должны поставить твои ноги в начинственной позиции. В начинстве, если вы не имеете хорошую flexibilность, то, конечно, вы должны поставить твои ноги немного широкий, потому что это не такая хорошая позиция. но если вы чувствуете хорошо, то вы должны поставить ноги чуть-чуть. Почему? Потому что если вы поставите ноги немного широкий, то почему силы делают так? Потому что в этой позиции нужно легче. если вы поставите так, вы должны легче легче. Но это хорошо для легче. Если вы делаете так, то последняя позиция может быть здесь. Если вы поставите легче, легче. То же самое с «клин» и «жерк». если вы делаете как вы, и ноги слишком широкий. И последняя позиция может быть здесь. Если вы поставите ноги чуть-чуть позицию, 2-3 сантиметра, может быть 5. Это 5-10 кг. Это очень важно. Если чувствует хорошо, позиция позиции 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 позиции. Хорошо? Хорошо. Следующий ошибок, который вы показали для меня. Это ноги в позиции. После позиции вы должны уйти и ноги должны быть прямыми. позиции позиции на позиции и позиции вы поднимите. Но много людей и вы делаете так. Вы поднимите и вы оставите немного на ноги. на ноги. Это не хорошо. Это 5 сантиметров. Вы должны поднимать позицию. ноги поднимите и вы поднимите. Попробуй снова. Слез. Вы поднимите. Доми вы поднимите. Вы поднимите весы. Теперь вы используете ноги поднимите ноги Но с этой позиции ноги поднимите. О! Нет! Поднимите ноги поднимите ноги поднимите. Еще поднимите. Донаш сидите поднимите. Стоп. Центр гравитеты на ногах. Если я делаю так, вы поднимите. Донаш поднимите. Донаш поднимите. 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 Донаш поднимите. Донаш поднимите. Распределив. Я понимаю. 100%, может быть, не 100%, а 99% всех проблем в «Джерк» Это ваша вертикальная позиция Все люди потеряют вертикальную позицию, когда вы берете «Бархэ» 85% людей линут вперед И вы теперь линут вперед Вы поздно could also jump, тщательно Но в вашем теле сопровид И, когда вы пойдете вперед, его тело сопровид и тоже И после чего вы начинаете залить? В сплитной позиции вы проходит на сопровид. Это очень важно В «Джерк» в голове должен быть вверху проев include вертикальную позицию Все же время Частую вертикальную позицию Если вы едете и ставете, то тело вертикально Не важно, что ты делаешь с ногами, но тело должен быть вертикальным. Из этой позиции тело вертикальный, вертикальный. И вертикальный здесь тоже. Все время. Никогда линь вверху. Никогда линь вверху. Хорошо, попробуйте. О! Сидите глубже. Ввертикальный. Это лучше. Это лучше. Хорошо. Ты никогда не думал о этом. Я знаю. Я знаю. Таким образом, если линь вверху. Если линь вверху. Что случится? Центр гравития идёт на твои ноги. Да? Третья мощность идёт на твои ноги. Что случилось дальше? После того, как ты идёшь, линь вверху. 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 И в центре гравития идёт на твои ноги. Это очень важно. Вверху. Вверху. Очень важно. Вверху. Линь вверху. Повторяется на нитком углу. Нитком углу. Счастье. Потому что ваша нога становится. Все весы при баве. И вот по тему ноге. Здесь. К أ �ей ногу. Только для контроля. Только для контроля. Не важно на что весы. 100 кг. 250 кг. Не важно. В целом время. К рейтин geri внизу. И всегда немного расслабляйтесь. Не слишком расслабляйтесь, но не прям. Немного расслабляйтесь. И на бок. Твоя перед ноги не прям. Потому что когда перед ноги прям, ты не можешь бороться с весом. Да? Ты потеряешь баланс. Твоя перед ноги должен быть немного вверх. В этой позиции я могу бороться и делать то, что я хочу. Да? Но перед ноги прям. Прямо. Прямо. Перед ноги немного вверх. Вверх на ноги и прям. И прям. Это твоя сплитная позиция. Но тело вертикально каждый раз. Хорошо. Помните, что я говорил в «Клэн» и «Снэч». «Клэн» и «Снэч». Клэн» и «Снэч». Когда ты делаешь так. Это не хорошо. Твоя идея. Потому что ты потеряешь контроль над боком. И боком выстрелит тебя. И боком выстрелит тебя. Да? Когда ты идешь в сплитную позицию, боком выстрелит тебя. Не нужны. Ты должен делать «Слайд». «Слайд». Так. Так. Это не хорошо. Это хорошо. «Слайд». Это упражнение для твоей «Слайд». И это упражнение для твоей вертикальной позиции. Для твоей вертикальной позиции. Потому что, помните, все ошибки. Потому что ты линьешь вперед. Линьешь вперед, когда ты берешь баррель, и когда ты падаешь в сплитную позицию. Ты всегда линьешь. Хорошо. Линьешь вперед. Я вам покажу. Из этой позиции. Подожди. На голову. На ноги. На ноги. Баланс. И в этом моменте ты тренируешь баланс. Ты тренируешь баланс. Ты должен чувствовать баланс. И после того, ты делаешь в сплитную позицию. И линьешь. Видишь? Если я делаю прыжки. Если я делаю прыжки. Я не могу принимать удары. Да. Осторожно. Слайд. Слайд. Хорошо? Хорошо. Попробуй. Готов. Хорошо. Класс. Хорошо. Хорошо. Принесу. Хорошо. На голове. На ноги. Сверху. Святая баланс. Святая. Если вы делаете ноги вверх, это не комфортно для вас. Если вы делаете ноги вверх, то хорошая баланс. Следующая. Если вы выглядели вверх, то я тебя заканчиваю. Осторожно. Поймите на ноги выше. Баланс, баланс, сохраняйте баланс. Я ждал, если вы выглядели вверх, после сплитной позиции, я тебя заканчиваю. Кик липс. Дторой еще. Одновременно. Пройдем. Нужно Больше слайдов, больше слайдов, последний раз, последний раз, больше слайдов, на ногах, баланс, больше слайдов, пойдем! Хорошо, уберите бар. 40 кг, это слишком тяжело, потому что это новое упражнение для вас. Это, почему нужно тренировать в баре? Потому что некоторые люди, когда смотрят моё упражнение, не могут повторять. Трапы, хайпулы, может быть, что-то другое, и они добавляют много веса. Но что важно для нас? Если ваш тело не понимает, если ваш тело не имеет москва, то вы не можете повторять это правильно. И если вы повторяете это не правильно, то ваш тело не превосходится хорошо. Да? Бар, это достаточно. Давай, еще раз. У Studega. Теперь я положил углы немного abroad. Хорошо. Хорошо? Твоей теле должно отнать углы. Хорошо. Раск двется. Вашей голове, стоиле и баланс. Базар! В этой позиции крепите ноги. Поехали! В позиции не плохая, но перед ногами вверх, и больше слайд. Попробуйте. Больше слайд, и перед ногами вверх. Баланс, крепите ноги. Баланс, баланс, баланс. Баланс вперед, нет? Баланс. Попробуйте! Вы чувствуете? Да. Очень хорошо. Хорошо. Да? Очень хорошо. Хорошо. Следующее. Помните, что я сказал. Когда вы внизу, в этой позиции нужно использовать ноги. И ноги должны быть вверхи и вверхи. Так же ситуация, как в контакте. В «Снеч» и «Клин». Но вы никогда не тренили в этом момент специально. Да? И ноги не тренили в этой прямой позиции. И что важно для нас? В «Клин» и «Снеч» используйте ноги максимально быстрее, как возможно. Да? Быстрее! Быстрее! «Снеч» и «Снеч» и «Снеч» и «Снеч». Потому что никогда не тренили. Это – это специальное для ноги. Для твоих ног. Понимаешь? Да. Можно повторить? Полный спад и прыгай? Полный спад и прыгай. Чинок. Смотри на меня. Посмотри на меня. В последней позиции твои ноги должны подниматься. Леги поднимаются. И ноги поднимаются. Не так. Попробуй. 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 Вы чувствуете? Да. Много энергии на ноги. Это очень важно. Попробуй. 5 ровно. Когда я рекомендую? Для упражнения. То, что хотите. Открываем. В любом случае. В любом случае. Если вы делаете, например, 10 репет. 5 раз. Это не плохое упражнение. Да? Да, но для веса и кросс-свиттеров, которые хотят улучшить свои специальные силы для веса, я рекомендую делать этот exercise после спорта. Мы делаем этот exercise после спорта. Почему? Потому что, когда ты делаешь спорта, твои скоростные силы откроются. Да? Только для силы. Но для веса очень важно для веса. И этот exercise может быть 10 reps, 3 sets, 5x5. Что ты хочешь? После спорта. После спорта. Да? Потому что в спорте твои силы откроются, и в этот exercise откроется твои скоростные силы. Да. И, конечно, если ты делаешь этот exercise 1-2 месяца, может быть 1-1 года, ты не можешь использовать скоростные силы в контакте и в спорте. Да? Это очень хороший exercise. Да, это хороший вопрос. Моя лучшая спорта – 325 кг. А перед спорта – 280 кг. Конечно, я могу делать спорта, может быть, с 100 кг, может быть, с 105 кг. Но, что важно для нас? Если я делаю спорта с весом, с 105 кг, я могу спорта максимально выше. Может быть, это выглядит как так. С 100 кг. Да? Но это не вспорта. Это не вспорта. Это прыгать, но не вспорта. Что важно для нас – вспорта. Выпорта до высокой силы. Да? Толки вниз. Смотрите вниз. И для меня, комфортный вес, для меня, с моими ногами 325 кг. 55-60 кг. Моя лучшая 75 кг. Но это немного слишком много. Я помню, что это слишком много. Может быть, один раз в моей жизни. 55-60 кг. 5x5, 10 рап, 3 сетки. Это для меня. Может быть, для тебя 30 кг. Для начала это достаточно. Хорошо? Много и после. Следующий вопрос, который у людей, когда они снижают, снижают, снижают и снижают. Это, когда вы снижаете после контакта. После контакта вы не можете снижать бара более и сильнее. Снижают и снижают, снижают и бара вы ухват. В снижают. Когда я сказал, что снижай глубже, некоторые люди не могут делать так, потому что ноги не сильны. Не сильны. Не сильны. Не тренируют для этого момента. Потому что в этой позиции вы должны держать бара. И некоторые люди идут глубже. Почему вы не можете делать так? Потому что вы тренируете в спорте только силу. и силу. Три ноги для силу и силу. Сидите. Вы делаете спорте так. Уоп! Некоторые люди делают большую ошибку в спорте. Уоп! Что вы тренируете здесь? Если вы делаете спорте так, что вы тренируете? Вы тренируете и падаете. Конечно, когда я сказал, после контакта, вы тренируете больше, вы тренируете сильнее, вы тренируете сильнее. Потому что вы никогда не тренируете эти мышцы. Это разные мышцы. Я рекомендую вам делать спорты легче. Легче, легче, легче. Потому что вы тренируете сейчас? Вы тренируете ноги для спорта. Вы тренируете для спорта. Теперь вы тренируете ноги. Вот так. Тренируете ноги. И спорте быстрее. Не тренируете. Легче, легче, легче. Легче. Теперь я тренирую ноги для этого момента. Но я рекомендую делать фронт-сквот. Почему? Потому что фронт-сквот. Фронт-сквот это шаг. Это как шаг. Это как шаг. Это как шаг. Наши ноги и ноги работают как шаг, шаг, шаг и шаг. Но что это фронт-сквот? В фронт-сквоте вы тренируете немного ровно. Да? Таким образом. Немного ровно. И, конечно, если вы делаете так, вы тренируете не хороший угол для шага и шага. Да? Но нужно делать фронт-сквот. Потому что фронт-сквот все люди делают фронт-сквот больше. Да. Много веса. Да? У меня 40 кг между фронт-сквотом и бэкспотом. Вы тренируете силу, вы тренируете страницу в бэкспоте. Но вы тренируете ноги и ноги в хорошем углу в бэкспоте. Для меня я делаю 10 тренировок в бэкспоте. Я делаю 7 раз бэкспотом с всего 3 раз бэкспотом. Хорошо? Вы можете попробовать? Бэкспотом? Да. Первый бэкспот и потом фронт-сквот. Какие говори? Нараза? Нараза? Да. Не важно, если вы хотите. Легко? Да, высоким другим. Легко. Главное. Легко. Останавливай! Нарезай! Теперь вы тренили к заболулю. Да? Пойдем дальше. Легче, легче, легче. О, стоп! В этой позиции, в этой позиции, в этой позиции, вы должны прячься бар. Снэтчить и убирать. И после, вы пойдете с баром. Это, как вы трениваете в этой позиции. Пойдем. Теперь в передней позиции. Хорошо, самое. Снэтчить. 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 Что вы тренилили? Это твоя штука. Пойдем дальше. Пойдем дальше. В этой позиции, в Клин, вы прячься бар. Да, используйте ноги. И после, вы пойдете с баром вместе, используйте бунт. Это, как вы тренилили в этой позиции. Хорошо? Темпо, как вы говорите? 8 секунд вниз? Действительно, очень разные секунды. Это просто идея. Вы должны сидеть слабее. И тренировать ноги, свои мышцы, для прячения. Для прячения. Для прячения. Для прячения.